Только что академик Сеченов выступил с заявлением, полностью опровергнув слухи о сбое в работе гражданских роботов на предприятии 3826. В настоящий момент работа предприятия идёт полным ходом. О, очнулся, малец. Наконец-то. Крепко он тебя. Ещё немножко навсегда бы там остался. Где? Где, где? Откуда я знаю, где тебя носят, пока ты людей кромсаешь? Ой, при дочке моей ты нормальной был, весёлой. Как её не стало, ходишь с мурной, а потом как перещёлкнет тебя и всё, звереешь. Это его тёща? Только кровь до головы оторванная и лежат. Тьфу ты, гадость. Ты о какой дочке вообще? Ну да, тёща. Нашей Катеньке совсем тебе память отшибла? При чём тут твоя дочь? Для меня дочь, а для тебя? Екатерина Нечаева, позывной Блесна. Отряд специального назначения Аргенту. Так ты, значит... Тёща я твоя. Глупый ты дурак. Вы у Сеченова служили, пока вас террористы в Болгарии не подорвали. Катюша не стала. Из тебя Сеченов монстра сделал. Ну, я так и поняла. Слышал краем уха. Так а чего расселся, расслышал? Я с тех пор за тобой следила. Думала, что-нибудь человеческое от тебя ещё осталось? Каких-то ничего такая. Да, согласна. Настоящего. Ничего у меня больше не осталось. Постой, а где Лариса? Да везде теперь. Я извеял по ветру девку. Сука. Старая, у тебя ствол есть? Да есть, конечно. Чё глупости спрашиваешь? А тебе какой? Да любой, возьми и выстрели мне в башку. Правильное решение. Вышибу тебе мозги к чёрту и дело с концом. А Сеченов пусть дальше всех уродуют. Пусть всех из уродуют. Здесь СССР, а потом весь мир. Понял, я понял всё. Ты же не понял. Вставай. Оружие я тебе дам. Много оружия. Но ты мне поклянись, что кончишь этого гада раз и навсегда. Моя мать пишет про собаку. Ты погуляла с ним? Ты с ним погуляла? Чего молчишь? Послушайте, старших майор. Деяния товарища Сеченова требуют мести. Это чё за говно, Серёж? Как бы вам объяснить, Зинаида Петровна? Я Харитон Захар. Харитон? Вот же змей. Так ты жив? Как сказать? Злой волшебник превратил меня в полимерную соплю. Погоди, Харитон. Так ты чё же? И раньше бабузин узнал, что ли, а? Вместе с Катей? Конспирация майор делополезная. И против нас ещё ни разу не играет. Ты сученыш от меня постоянно всё скрываешь. Не играл у неё там. Да Сеченов больной на всю голову, если так поступает с людьми. Так, подожди. А Катя? А Катюша? Может, она тоже жива? Может, и жива. Но в каком виде? Посмотрите на меня. Даже не знаю, что лучше. Но точных данных на этот счёт у меня нет. Я умоляю тебя, Серёжа. Сеченов должен умереть. Да как же вы меня задрали! Ебучие пироги! Это что ж получается? На одной чаше весов у меня лживые манипуляторы. Но вроде как... Что такое, Джестин? На другой советский учёный. Академия, которая хочет просветить всё человечество. Но убирает неугодных по имени. Это финал? Правда, сослов тех же манипуляторов. Ну, вообще логично. Всё к этому и везёт. Блядь. Подождите. Мне надо подумать. А-а-а! Не знаю, что нажать. Дайте подумать. Я Сеченову и пальцем не трону. Хватит с меня. Отвоевался, боец. Ах, ты опарыш. Надо сначала разобраться в ситуации. Поговорить. Потом махаться. Махаться всегда можно успеть. Это мой выбор. Мне с этим жить, а не вам. Согласен. При таких раскладах Я Сеченову больше не поможет. И так достаточно сделан. Но и не суди академику, герою СССР и научному гению. Уверен, он знает, что делает. Да Сеченов тебя использует! Да не уже! Тогда почему я еще не влеплевать, а? А ты не мертва. Две концовки есть? Не знаю. И, кстати, Харитон, я тут подумал. Да? Хуйна! Хуйна! А ведь, правда, полимерный расширитель восход, который находится в моей новой идее. Наверное, я на плохую пройду. Я не знаю. На, тварь! Не отвердишься! Вот. Вот так-то лучше. Согласно данным с камер видеонаблюдения, майор П-3 покинул территорию предприятия номер 3826 и убыл в неизвестном направлении. Информации о месте проведения отпуска майор П-3 не предоставил. Академик Сеченов оценил данное нарушение и это незначительное. В районе указанного выхода одна из камер зафиксировала неизвестный объект из полимера черного цвета неустойчивой конфигурации. В силу небольшого размера идентифицировать указанный полимерный объект черного цвета не удалось. Объект черного цвета. Это то... манипуляторная штука? То, чем манипулируют? Это все был Веном. А что бы было, если бы я пошла махаться? Интересно. А! Мне кажется, наоборот, хорошо, что мы пощадили Сеченова. Если бы убили, вакханалья бы началась какая-нибудь. Мы можем вернуться на предприятие 3826. А нахрена это? Раз уж разработчики дают, кстати, сразу посмотреть вторую концовку, посмотрим вторую. Короче, на первую концовку посмотрели, смотрим на вторую. Ладно, мать. Давай показывай, что там в твоем арсенале есть. Ну вот, сыночек, другое тело. Так, у меня не работает. Это одна из способностей. Удивительно, почему? А, попейте, Сергей Алексеевич. Возьмелье, день я ждет. Не торопи. Все по порядку. Побейте близняшку. Ну понятно. Хотелось бы успеть к Сечену. Меня еще и надамажили. Ладно. Бред мой хороший. Катюша, ты ли это? Это левая или правая? Энергия близняшка накопливает энергию для усиления своих атак. Нападайте, чтобы сбить накопление энергии. Легко сказать. Ага, у меня усилителя нет. Используйте все, чтобы убить вас. Используйте и вы весь свой потенциал. Ставьтесь, майор. А мне противно попасть наверх? Внимательнее. Да, можно танцевать с вами собралась. Это только одна из близняшек. Блядь, где я? Юдрит, ты чё, мать? Ой, бля. Это чё такое? Хилов мало как, вообще пипец. Ты чё? Не надо! Ты была такой красивенькой. Ну и поза. Очень удобная. Она сейчас чёрную дуру сделает? Что ты делаешь? Это была её предсмертная. Блин, девочка, ты какая красивая! Вот хорошо, что в первой концовке они живы остались. Как можно такую прелесть обижать? Камбэк. Вторая фаза. М-м-м. Камбэк будет. М-м-м. Камбэк будет. Да. Ну прям... Окей. Финал. Проект «Атомное сердце» Метод осуществления. Захват стратегических и военных объектов. И 90 метров въехать. Это вам не шушу-мушу. Атомного сердца Америки. Полная капитуляция правительства и передача власти высшему руководству СССР. И как они собирались это сделать? Ну, Сергей Алексеевич... Да, видела трейлер, где она сидела. Роботов. Потом просто раздают их по гуманитарной программе. А когда они достигают критической массы, захватывают электростанции... Вот это красиво. Аритон Захарович! Ватрушка. Это Ватрушка называется? О, Натали. Натали! О! Эль. Это он нашу машинку вез в начале. Красота. Десятка моча. Много роботов, кстати. Бурлак. Кусики. Лаборант. И пуха. По-моему, не видели. По-моему, всех работников. Дрофа видели. Прикольные. Ой, лорд, вопрос хороший. Стоит ли игра две пятьсот рублей? Ну, если честно... Из сюжеток, которые я проходила, в этой есть свой шарм. Она прям интересна. И то, что ты тут борешься с роботами, а тут офигенная музыка. Ну, не знаю. Мне нравится игра. Не знаю, просто... А правда ли тот хайп вокруг нее? Ничего такого прям супер сверхъестественного тут нет. Но тут очень много на ностальгии построено. Прям сплошная ностальгия. Фансервис называется по-другому. Очень много фансервис. Шеф. Защищать. Ну, что, Харитон? Ты гордишься собой. Что бы ему там наплели с Ларисой и Зинаидой? От тебя, сынок, я такой доверчивости не ожидал. Заткнись. Ты копался меня в башке и стер мои воспоминания. Ну, это вторая концовка. Теперь все плохая. Ну, сука, вы нам... Не смей! Я потерял вас обоих, а затем спас лишь чудом! Ты был... Ты мой лучший друг, Харитон. А майор, он же... Он же мне вообще как сын! А эти две, наверное, как дочери, да? А все, кого ты подключишь к коллективу и чьими мыслями будешь управлять, они для тебя кто? Толпа приемных детей? Ну, девочки, сосочки. Девочки, это столь лишь ресурс, который ты используешь! Я хотел дать людям невероятное будущее! Проложить им дорогу к звездам, к невозможным свершениям! Да заткнулись оба! А ты руки подними! Волшебник хренов! И скажи этим, чтобы отошли! Считай до трех раз! Мне жаль... Мне жаль, что вы сами довели до этого и даже не пытаетесь решить все по-людски. Я не дам вам стать на пути прогресса. О, куртка только что в текстуру зашла. Драться? Илок мало. Ищу вдвоем на одного. Опа, это тот самый момент. О, чуть не зафокапилась, засмотрелась немножко, ракурс такой. Ничего себе, к звездам. Мне драться не дают. Офигеть, они летают. А на чем они летают? У них же нет ничего. Как они летают-то? Плюс турбина. Подеремся, девочки. Надо с фоуом поиграть. Чтобы больше фоу было, лучше видно было. Я не вижу пока... Я пока вот с одной дерусь, я не вижу, что вторая делаю. Тут это очень херово. Он меня в свой шарик кидает анальный и все. Хватит морочить мне голубь. Значит один из этих роботов. Екатерина Нечаева. Жена, которую я не помню. Но кто из них? Мага мая. Я пытался вернуть в лесу. Жизнь никогда и мозг раскололся надвое. Буквально. Я хотел постановить волушарие правое и левое. Но процесс залил куда больше времени. Да нахера? Ты и так издеваешься над людьми, которые еще живы. Оставил бы в покое тех, кто уже умеет. Ну это займет полчаса, наверное. Если я быстрее не сдохну. Какие еще воспоминания вы мне стерли же? И сколько раз? Ты не мог пережить ее гибели. А я не смог ее спасти. Мне пришлось, иначе подпишу в кошмаре. Надо эти шарики анальные со второй. Надо, наверное, вторую сначала гасить. Который летает. Ты ведь и сам чуть не погиб там. Пока есть и взрыве. Кому больше урона носят? Не понимаю. Ой, Бесос. Баба, угомонись. Ты с именальными шариками тоже угомонись. Я спас вас. Я захотел. Хватит. Я готов поверить, шеф, что вы действовали в моих же интересах. Но неужели нельзя было объяснить все сразу? Сергей, простите. Я не знал, как поступить правильно. Правильно будет, а тосватишь сейчас, близняш. И спокойно поговори. Простите. А теперь Ютсу не с тобой, а с Харидоном. Ебучие пироги. Мы можем просто перестать пить. Ой, бля. Присыпайся от Харидона. Сними перчатку. Ага, сейчас. Сначала отставите мою жену. Песос. Опа. Завансила. Песос. Песос. Шарики анальные полетели. А я сделала кассетники и забыла ими пользоваться. Песос. 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 Псес. Мальчамп. Звучит мир. Песос. Песос. Йопта. Баляа. Косетничек, косетничек. А че косетник не ставится, ёб. Я тебе кину свои анальные шарики сейчас Твоя подруга сейчас сдохнет Надо больше холода, а не электричества Надо было все в холод Опять они свои лазеры призывают Блять Сучка Охуеть Это третья стадия самая жесткая Да вы рофлите Еще стадия Охеренно Я думала сейчас еще будет стадия А у меня 0 хп Но он взял сам, короче, убил свою возлюбленную Потому что она, по сути, и была в близняшке Правое и левое подсознание Какая ж ты мразь Сергей, ты не понимаешь Харитон манипулирует тобой Ну, полушария, правая Назвать как хотите, да Харитон получил доступ к модулю Воскот в твоей голове И начал отправлять тебя в Лимбо Я был отвлечен Подготовкой к обновлению коллектива Чтобы сразу догадаться Это он убил Молотова Скажи, Харитон Ты с доктором Филатовой поступил так же Разорвал ее на куски руками моего агента Хватит лицемерие, Дима Тебе всегда было удобно быть белоручкой Пока я делал за тебя гражданную работу Ну, не убивать же их за это Зачем ты все это устроил? Ах ты, паскуда, ты все это время За мной, ты навсегда, майор Мы свою работу выполнили Короче, черная Черная, они это самое Да, это он Это Харитончик Быстрый, сынок Вставай Вставай Неопознанная черная жидкость Это Харитон Харитон так казался умнее всех Чего ты хочешь? Я хочу, чтобы все это закончилось Чтобы твое дорожайшее человечество У которого уже давно нет никаких перспектив Отошло с дороги И пропустило вперед Новый виток В итоге антагонист был все время у нас Под глазами А точнее говоря В нас В руке Но это Веном Улучшенная версия Это был не кролик Это был котик Это был котик без ушей Ты просто человек Вымирающий вид Мне удалось это осознать Лишь перестав быть его частью Это был котик И твоя ограниченность Не позволяет тебе увидеть истину Люди не хотят развития Они беспробудно тупы И стремятся лишь к комфорту и наслаждению Желательно за чужой счет Ты же не хотел быть частью массива Ничего себе Да, в первый раз я точно на хорошую прошла С учетом текущих обстоятельств Но котик красивый Теса, ты голодный что ли? Тяночек, да Жалко тяночек Это тут все померли Не только тяночки В этой концовке все умирают Момент прибытия бойцов отряда Аргентум В кабинет Академика Сеченова Никаких следов последнего там обнаружено не было Согласно фрагментарно восстановленной видеоинформации Человекообразный нейрополимерный объект черного цвета Приблизился к телу Академика Сеченова После чего поглотил указанное тело целиком После указанных в рапорте событий Неизвестный человекообразный полимерный объект черного цвета Покинул кабинет Академика Сеченова И скрылся в неизвестном направлении А там мы видели, что нейрополимерный объект просто валялся на полу Ой, 30 кадров Заперли молодого Сергей Мчо? Умер А это его сознание Ну все умерли в концовке, получается, в этой, в плохой А он в сознании попал к своей возлюбленной Да Первая хорошая была Ну чё, речень Ты кушать-куч Пути скутай Зато здесь музыка клевая, кстати Ты дуралей? Понятно Сказал да Все, ребятки Можете вот пока послушать Насладиться, так сказать, музыкой Музыкальной паузой Я схожу, покормлю собачек И себе тоже принесу что-нибудь поесть Ну делаем перерыв минут 15-20 И пойдем в моря поиграем Такие дела